обретать и эти семена в сердце принимать, чтобы потом дать хороший плод. И для Божьего дома, для Божьих детей, для Церкви своей Господь всегда приготовляет Слово. Слово мудрости, назидания, радости. Он готовил это вчера, как пелась песня, Он никогда нас не бросит. Он был вместе с нами вчера, Он есть сегодня и будет завтра. И Он всегда будет рад поделиться Словом, Он всегда будет рад поддержать нас, вдохновить нас, можно сказать простым языком, разрулить наши ошибки, если у нас есть вопросы, потому что Он наш Отец. И сегодня Словом будут делиться братья, гости нашей Церкви. Один из них это Олег Григорьевич Пермяков, пастор Севастопольской Церкви. И пусть Слово, которое будет из его сердца, которое Бог написал, оно будет принято и наполнено Духом Святым. Слава Богу! Слава Богу Иисусу Христу! И пусть Он говорит! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Что-то вы не отвечаете. За что не говорите? За что не говорите? Добрый день! Еще раз! Сегодня воскресенье 11 августа 2019 года. Мы с вами в Церкви и Богу вся слава! Аминь! Да! Аминь! Днес 11 августа 2019 година и Господь е с нас. Поговорим о вере. Кто считает себя верующим человеком? Поднять право и ум? Да поговорим за вера. Такой от вас се счита за верващ? Кто знает, во что он верит? Кой знает, в какво верва? Если мы откроем Библию и прочитаем в послании к евреям в 11 главе 1 стих, то мы прочитаем следующее. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ако отворим в Еврейте 11 глава, която е главата на вярата, ще прочитаем какво е вяра. Вярата не се вижда, но ние вярваме в това, което не съществува. А если спуститься немножко ниже к 6 стиху, то нам будет написано. А без вери угадить Бога невозможно. А ако се спуснем малко по-надолу, към 6 стих, ще видим и ще прочитаем, че без вяра не може да се угоди на Бога. Я хожу в парки, в морском, утром. Сутрин аз ходя в морската градина. Примерно час. И я молюсь там. И там се моля. И последнее время Бог ми говорит, разказвай людям о вере. И Бог в последнее время ми говори, разказвай на хората за вярата си. Самое главное – это вера. Най-важното е вярата. Вот о вере сега я хочу с вами поговорить. За вярата именно днес искам да поговоря с вас. Я абсолютно точно знаю, что вера в то, что мы верим. А мы верим в Бога и в то, что Он говорит в Слове Своем. Правильно? Да. Ние какво ни вярваме в... Ние имаме своята вяра. И тази вяра отразява Иисус Христос. Знаем това. Вера – всегда для нас выгодна е дело. Вярата за нас е най-успешното, най-изгодното. И если мы верим, нам всегда польза. Ако винаги вярвам, винаги е на полза. Когда мы верим и по вере получаем что-то, то, что нам необходимо. Ура! Польза! Да. Когато вярваме в нещо и после получаваме отговора – ура! Това е толкова полезно. Но иногда в жизни кажется, что нет смысла в это верить, потому что опасно. Но така се получава в живота, че ако вярваш, като че ли тази вяра е вредна. 11 глава – «А вери в евреях», послание к евреям, говорит, что очень многие верили, но ничего не получили. Их перепилили, их убили, их сожгли, их раздавили, их разорвали собаками, но они продолжали верить. Да, ако прочетем в 11 глава, ще видим, че има тези, които са вярвали, но не са получили това, което са вярвали. И какво виждаме още там – и ги изгаряха, и ги убиваха, и ги хвърляха на животните. Как можно сказать, что какая-то польза от этого? Как можно сказать, что это полезно и вообще има някаква польза от этого? Но это правда, если мы верим. Это самая главная польза, потому что человек продолжает ставить в вере в опасности и уходит в мир иной, он получает спасение. Ами, именно в тази опасност, когато ходим, това е, което доказва нашата вяра. Макар и опасно, ходим и вярваме. А ради чего же мы, собственно говоря, верим? Что нам Библия говорит? Она говорит, что самое главное – попасть к Иисусу домой, в Отечество свое. В этом суть веры. Да, защо правим това? Защото знаем от Словото Божие, че именно такава вяра, тя ще ни отведе при Иисус Христос. Такава вяра. Мы живем сейчас здесь на земле и нам каждому хочется жить хорошо. Правда я говорю или нет? Правильно казвам, че нисме сега на земля и на всякий един от нас не си иска да живем добре. И Бог говорит. И Бог казва. Если ты будешь верить. И Бог казва, ако ти вярваш. И я тебя подниму. И я ще те привдигна. Если ты будешь верить в то, что я говорю в Слове Своем, в то, что написано, ты будешь крут. Ако ти вярваш това, което аз ти казвам, аз ти ти привдигнай, ти ще будешь силен, така грандиозен. Ты будешь успешен. Ты не будешь хвостом, ты будешь головой. Няма да будешь лупашка, ще будешь глава. Но если человек верит по-настоящему. Ако човек верит истински. Если он верит в каждое Слово, которое произнес Бог для него. Ако той верит в всякое едно Божие Слово. То он часто выглядит чудаком. Много често той изглежда като чудак. Странник. Он выглядит странным. Разве вы об этом не знаете? Той странен, особен. Вот давайте посмотрим. Хайде да видим. Не знаю как вам, ко мне часто приходят люди или пишут или звонят или каким-то образом обращаются. Олег Григорьевич, помолитесь за меня. Да, много често при мене, не знам как е при вас, но при мене така и звонят и пишут и идват при мен и казват. Олег Григорьевич, помолите се за мен. Я говорю, а че вам будем молиться? Аз казвам, за какво да се молим? За что? За какво? А она говорит, ну вообще помолитесь. Ами и завтра помолитесь. Мне плохо. Лошо ми. Я говорю, я так не могу. Аз казвам, така не мога. Я должен знать за что молиться, потому что я должен верить за то, что я молюсь. Аз треба да знам за какво да се моля, трябва да знам в какво да вярвам. Я не могу молиться за все хорошее. Аз не мога да се моля за всичко хубаво. И против всего плохого. И против всичко лошо. Бог говорит, чтобы я был конкретен, когда обращаюсь к Нему. Бог изиска от мен да бъда конкретен, когато се обращам към Него. И тетя говорит, но мне плохо. И леличката ми казва, мен не е лошо. А что плохо? А от какво ти е лошо? Я больше так не могу. Да мне столько забот. У меня такие проблемы. Я не могу все это тянуть. Я устала, я надрываюсь, я в депресии. И тя започва да се оплаква, че толкова е трудно. Тя е в депресия. Толкова голямо тигло, че повече не може да издържи. Вы знаете таких людей? Познавате ли такива хора? Вы бывали в проблемах? Които са били в проблемах? Вы оставали от тревог, забот и сомнений, страхов? Всякакви страхове, грижи и други житейски ниволи? Кто точно знает про себя, что он склонен волноваться? Поднять руку. Кой от вас да се вдигне раката, че сме склонни да се волнуваме въобще? Трудно заснути. Трудно заспиваш. Все болит. Всичко те боли. Потому что за свет не заплачено. Защото за електричеството не си платил. С работа и проблема. Проблеми са се появили. Дълги. Дългови. Дети болеят. Децата болни. Муж пияный ходит. Мъжа ходи пиян. Ну, короче, я переселять долго не буду. Всем понятно. Всем понятно? Мы люди, мы все так живем. Всичко е разбрано. Понятно. Но мы же с вами верующие люди. Но не с вас ми верващи хора. И мы верим в то, что написано в Библии. И не вервам и в то, что написано в Библии. И больше ни во что. И повече в нищо другое. И если наши глаза. Наши уши. Наши уши. Все органы наших чувств. Весь наш опыт. Целетний опыт. Все мозги. Всички от немал. Говорят, что это так. А Библия говорит, что это не так, а так. А Библията казва, что это не так. То надо во что верить? То, что говорит Библия. То, что говорит Бог. То, что говорит Бог. А если ты этого не делаешь. Ако ты това не правишь. Если ты не веришь Богу. Ако ты не веришь Бога. То ты грешник. То ты си грешник. Так или не? Така ли или не? Кто согласен, что если ты не слушаешься Бога и не делаешь как Он говорит, ты грешник. А не ка всякий от вас да каже. Потому что ты прямо в лицо ему говоришь, я не верю тебе. Защото ако някой от вас така прави, то това направо като крязок в лицето. Ти не вярваш. И я не делаю так, как ты говоришь, потому что я не хочу это делать, потому что я не верю тебе. А обикновенно се получава така, че да, аз вярвам, обаче не мога да го изпълня. И аз не вярвам в това. И когда верующий человек беспокоится, плачет, под грузом забот, то он не верующий. И когато такъв вярваш човек потовара... Перед вами стоит величайший грешник. А се оплаква, то е невярваш. Перед вами стоит величайший грешник. Потому что я всегда был склонен к беспокойству. Я переживал за все. Приживявах всичко. За людей. За хората. За их успехи. За техните успехи. За свои дела. За моите работи. Да мало ли за что я переживал. Я не спал. У меня трясли руки. Моя жизнь превращалась в тяжелое состояние часто. Моя живот често пъти се превръща в... Из-за того, что я думал, переживал, сомневался. За това, че се волнувах. За това, че се сомнявах. Это грех. Това е грех. Но Бог учил меня и продолжает учить. Он говорит. Той ме учаше и сега продолжава да ми казва. Открой Библию. Той ме казва, отграни Библията. Отграни первое послание Петра. Отграни първото послание на Петър. Открой Пяту главу. Отвори на Петата глава. И читай с Шестова стиха. И там будет написано. И читиш шести стих. И там е написано. Написано. Итак, смиритесь под крепкою руку Божью. И така там пише. Смирайте се по твърдата десница на Господа. Да вознесет вас в свое время. За да ви издигне в своето време. Все заботи ваши. Всички ти грижи. Возложите на Него, ибо Он печется о вас. И Той ще се погрижи. Всичко дайте на Него и Той ще се погрижи за вас. Бог говорит. Бог казва. Ваша вера должна быть практичной. Бог казва, че наша вера трябва да бъде практична. Не нужна никакой зауми, никакой философии. Она должна носить прикладной характер. Не трябва да имаме разни философски размисли. Тя трябва да бъде твърда като заповед. Защото аз ви казвам, че ако вярвате в това, което ви казвам, вижте, бъдете щастливи. Зачем мне это надо? За какво ми е всичкото това? Я очень хочу, чтобы вы были примером для других. Аз искам ви да бъдете пример за другите. Чтобы вы были богатыми, здоровыми, красивыми и всегда свободными. А защото искам да бъдете здрави, богати, силни, красиви и здрави. Чтобы все на вас смотрели и хотели повторить ваш опыт и хотели жить так же, как вы. За да гледат на вас и да искат да ви следват, да бъдат като вас и да ви следват най-важното. Поэтому я вам говорю, делайте, как я вам говорю в слове. За това ви казвам, правете така, както е писано в словото. И вы будете примером. И вижте, бъдете пример. И так вы спасете людей. И така вижте, спасите хората. Вы поможете мне спасти больше людей. Вижте, мне помогните да спасим повече хора. Если вы не будете этого делать, вы оттолкнете от себя тех людей, которых я намерен спасти. Ако това не го правите, вижте, отблъсните хората. Поэтому самое важное. За това най-важното. Делайте, как я говорю. Правете така, както аз говоря. Прекратите волноваться. Прекратите, то есть, пристанете да се волнувате. Все заботы возложите на меня. Всичките грижи возложите на мене, смисъл на Бога. Потому что я о вас пикусь, забочусь. Защото за вас, аз вам ви като опекун, аз я грижа за вас. Мы пели сегодня об этом. Не пяхме днеска за това. Это что означает? Это означает, что слово «все», все, ни половину, ни две трети, ни часть, все до единой заботы возложите на него. Какво? Ибо он на вас печется. Какво се пейше там? Не частично, а всичко. Всичко возложите, за да може да се испълни. Что это значит? Это значит, все страхи, все сомнения, все проблемы, все заботы, все, что вас тревожит и мешает вам в жизни, нужно положить на него, сняв с себя. Снимете ги тези неща, страхове, всякакви грижи, всякакви беспокойства, страхове и всичко, и го дайте за да се освободите от това. Потому что он постоянно с любовью о нас заботится. Защото той постоянно със своята любов се грижи за нас. Потому что он говорит, я вас так люблю, что вы даже не можете себе представить как. Защото той казва, аз така ви обичам, что даже не можете и да се го представите. Это разные вещи. Това са различни неща. Когда мы стоем и поем здесь и нас пробирают слезы и по телу бегут мурашки, когда мы верим Богу поя и распивая. Защото има разлика, когато гледам и така бягат тръпки, ни побиват и слези ти течат от очите ни. И совсем другое дело в реальной жизни, когда тебя окружают проблемы. И совсем другое в реальной жизни, и така да тебя обиколят всякакви трудности. И женщина мне говорит, но помолите за меня. И тогда връщам и се обратно при женато. Помолите се за меня. А я ей говорю, лучше всего сделать так. Давайте помолим се Богу, чтобы Он ваши заботи с вас снял. И аз и предложих, нали, да се помолим заедно на Бога, за да може Той да снеми всичкото това от Него. Смотрите, 1 Петра 5,7. И така, 1 Петрово, 5 глава, 7 стих. Здесь написано для вас. Той написано за вас. Все заботи ваши възложите на Него. Всичките ваши грижи възложете на Него. Она говорит, как я могу възложить заботы, все заботы на Него? А тя отговаря ми, как? Я же мать. Аз как мога всичките грижи да ги дам на Него? Аз имам внуци. Как я могу не волноваться, если у Него понос? Как да не се волнувам, ако при Него има расстройство на Сумах? Вы бессердечный человек. Вы бессердечный человек. Я не могу волноваться. Не волноваться. Не могу да не се волнувам. Я не могу эти заботы с себя снять, потому что я нормальный человек. Аз не могу да ги махна без нища, чтото аз съм нормален човек. Мы выглядим странно, когда мы предлагаем людям. Като предлагаем и така, на хората ми изглежда ми странно. Но Бог говорит. Я хочу, чтобы вы были счастливы. А Бог казва, аз пока искам да видят и счастливы. Давай, възложи на меня заботы свои. Възложи на мен свои грижи. Какая у тебя сейчас проблема? Кака у тебя проблема? У кого есть какая проблема сейчас? В мысли, в голове. Что надо решить в этой жизни? Какво да трябва да решим? Есть у кого-нибудь проблема? Има ли днес проблеми? Можно прямо сейчас. Възложите эту заботу на себе. Например, проблема связанная с бизнесом. Да, например, проблем свързан с работата. Или проблема связанная с взаимоотношениями с близкими людьми. Или пък проблем, който е свързан с взаимоотношението на близките хора. Или проблема связанная с финансами. Или пък нещо свързано с финансами. Или взаимоотношения с началниками. Или пък взаимоотношения с началниками. Или да малко никакие у нас проблемы, заботи. Да или нет? Малко ли са такива проблеми в нашия живот? Да или нет? Бог говорит. И Бог казва. Он говорит, встань на колени. И Бог казва, подними ко мне руки и скажи, Господи, вот написано, 1 Петра 5,7 все заботы возложить на тебя. Я все сейчас не могу, но вот забота моя. Аз всичките не могу, а вот мои грижи. У меня живот болит. И я прошу тебя, прямо сейчас, сними эту заботу и я буду верить тебе, что я могу потом на тебя возложить более серьезную заботу. И ако ты решишь този проблем, аз вече ще повярвам в тебе. Прямо сейчас. Направо сега. Ты так сказал? Я тебе верю. Аз тебе верю. Я снимаю с себя эту заботу. Махам тази грижа от мен. Мой живот не болит. И я хожу и посвистываю. И посвистываю. И си подсвирквам. И си подсвирквам. Я так делал. Аз така правих. Я, например, делаю, делал недавно так, когда со мной было. Даже направих нещо, което не отдам влече с мене. Ако съм приседял за компьютером долго вечером, и лёг после часа, и след това съм легнала, то я очень тяжело засыпаю, и потом вся ночь у меня така изломана е. И много трудно заспивам, и цялата ми, и спортсена нощ. Сто процент. Я уверена, сто процента. И ничто не помогает. И я говорю, ночью не могу заснуть. И я говорю, Бог, ты вот так сказал, чтобы я все заботы на тебя возложил, и я на тебя возлагаю эту заботу. Мне сейчас надо уснуть. Если я сейчас не уснул, то ты меня обманываешь. Ты меня ложишь. Это не все заботы, которые я могу на тебя возложить. А с останалити и всички, и завтра няма да мога да ги возложить. Вас утром просыпаюсь. И раз в сутринта чак се събуде. Но я могу много таких примеров приводить. Много таких примеров, и могу да ви кажа. Я учился этому в библейском центре Рема. А с учих в библейский центр Рема. Его создал Кенет Хейгин, кто знает такого человека. Да, мы знаем Кенет Хейгин. Да. Да, Кенет Хейгин. Он говорил, что он говорил, что тоже был большим, самым большим грехом, его был грех беспокойства. Да. Той казва, что при него, Кенет Хейгин, смислял, что най-големият грех, который он учил за себя, это страх. И поскольку он был верующий человек, и когда он начинал свое служение, он несколько лет сконцентрировано учил себя возлагать заботы на Бога. Няколко години он концентрировал на това да се учи, да возлага грижите на Бога. И потом всю жизнь, в 70 лет он почти служил Богу. И след това, през целия си живот почти служил на Бога. Он говорит, я никогда не волновался. И аз повече не се волнувах. У меня болели дети. Боли дуваха децата. У меня не было денег. Нямах пари. И я попадал в такие ситуации, из которых просто страшно было выходить. Попадах в такие ситуации, просто страшно да излезеш от това. И про меня всегда говорили, что он немножко... Да, и за мен все говориха, че съм нещо... И говорили коллеги, служители. И аз казах на служителите. Потому что он вел себя ненормально. Защото той се държал като ненормален. Он никогда не волновался. Той не се волнувал. Он однажды научился перекладывать заботы на Бога. Защото се бях научил да възлагам моите грани на Бога. Он говорит, если вы ко мне придете и с сообщением, что горит моя церковь, ако дойдете при мен и ми кажете, че моята церковь горит, то вы не кричите, не стучите в окна, я все равно буду спать. Сгорела и ладно, новую построим еще больше. Ако не чукайте по прозорице, защото въобще не ми пука, но ваше построим, а я продолжу да се спя. И если вы мне придете рассказывать, что все мои прихожане напились с пьяными и дерутся во дворе церкви, вы меня не беспокоите. Мы разберемся потом. И не ми говорите за всичките тези неща. И я ногти съедать не буду. И переживать по этому поводу не стану. Ах, няма да се гриза ногтите и няма да се притеснявам. Моя жена говорит, долго мне говорила, ты что, деревянный? Жена му често погабит, ты какъв си такъв дървен? У нас такие проблемы. Не имаме такие проблемы. Он говорит, но Бог разрулит. Да, но Бог е този, я их возложил на Него. Аз му ги возложих. Послушайте. Слушайте. Это же секрет успеха. Това е секрет за успеха. Года 4 или 5 назад, я сейчас скажу тем, кто понимает, у меня в бизнесе был перекос большой. Да, сега ще ви кажете, 4-5 години назад, този, който от вас разбира за какво говоря, имаше пресичени, то есть срыв в бизнеса ми. У меня было две группы, одна хорошо работала, а другая не очень. Аз имах две группи, едната работеше добре, другата не. И короче говоря, из-за этого я получал мало денег. И кратко казано, за това получавах малко пари. И я сказал, я никак не могу все это уравновесить. Бог, сделай что-нибудь, эту заботу я возлагаю на тебя. И аз почнах да се уплаквам на Бога, че никак не мога да направим мярката, да уравновесе нещата, и почнах да мухам. А потом я удивлялся и веселился, и смотрел, как компьютеры прокручиваются, прокручиваются, и все приходит в нормальное состояние. Там было задействовано много-много людей, которых я даже не подозревал. Но все пришло в такое состояние, что денег стало больше, и все было в гармонии. В гармонии все встало. И парите дойдоха, и всичко като хармония, като норма се дойдет. Нищата се дойдоха в ноль. И многие годы так все и стояло. Ноль-ноль. И така през много... Но понимаете, о чем я говорю? Всичко, което се стоеше, всичко... Я хорошо знаю, что если научиться возлагать на Бога все заботи, жизнь становится лучше. И аз мога да ви кажа твърдо, че ако ви возлагате вашите нужди и всичките грижи на Господа, живота става добър, щастлив. Я сейчас перечитывал один разказ. А сега така изреждам един разказ. История живого человека. История на живия човек. Он неверующий. Но я его приведу еще туда. Он разорился. И у него были долги. И он не знал, что делать. Он был в панике. Он говорил, мне суициднуться, что ли? Покончить жизнь с тобой. Суициднуться, что ли? Говорил он. Потому что ему было страшно. Они нарастали долги. Кто-нибудь понимает это, нет? И он говорит, они убивали меня эти долги. Тези долгови ми убиваха. Они разъедали мою душу. Те разъяждаха душата ми. И когда особенно по ночам въображение разыгрывалось. И когато всичко през нощта въображението ми още повече ги разыграваха. От страха. И от страха. И я терял контроль над собой. Аз губих контрола над себе си. Однажды я обнаружил себя ночью. Един път аз станах през нощта. Зимой. Зимата. Почти голым. Почти гол. Бегающим вокруг хокейной коробки во дворе. Да, и бягах по тази ледената кутия. Так люди уходят в суицидноца. Потому что они не способны заботы переложить на кого-то. Не са способны да го возложат на кого-то. Они не знают Бога. Они не верующие. Те не са вярващи. А мы верующие. И для нас написано. И за нас е написано. Все заботы. Все без исключения. Всички грижи без исключения. Возложите на Него. Возложите на Него. Ибо Он с любовью заботится о каждом из вас. И Той с голяма любовь. Всегда. Винаги. Всегда. Винаги. Всегда. Винаги. Более того. Още повече. Если вы откроете послание к римлянам. Послание к римлянам. Восьмую главу. Осма глава. И прочитайте 28 стих. И прочитайте 28 стих. Там все написано. Там всичко е написано. Любящим Бога. Тези, които обичат Бога. Призваним по Его изволению. Които са призвани по Неговата воля. Все содействует ка благо. Всичко содействует за тяхно добро. Все содействует ка благо. Всичко содействует за тяхно. Если я сейчас умру. Не дай Бог. Это мне ка благо. Я так верю. Если за мной сейчас что-нибудь случится. Это ка благо. Мне. Зачем? Каквото и да се случи с мене. Всичко е ка добро. Я читал о Йонгичо. Если кто не знает такого человека. Да, знаем, конечно. Там был один у них очень крутой дядя. Очень крутой. Очень крутой верующий. В церкви на Йонгичо имаше един много такъв специален чичко. И он заболел. У него была онкология. И той заболел от някаква онкологична болезнь. И он попал в больница. И той попаднал в больницата. А в церкви миллион людей. А в церквата са милиони двести хилите. И вся церковь стала на колени. И цялата церква застанала на колени. За этого известного верующего, святого человека. Да, за този свят вярващ човек. Они начали молиться и молиться и молиться. И те почнали да се молят, да се молят. А резултат такъв. И он сам молит, съжален. И той сам се моли. И вот там, значит, держат и держат в этой больнице. И там го държат, държат тая болница. А он все проповедует и проповедует там. А той през цялото време проповядва, проповядва. И приводят людей к Иисусу и приводят и приводят больных. И идват хора. Палатят себе. Да, в стаята, болничата стая идват хора към Господи. А сам лежит. И болеет. И болидува. И однажды бац. И виднъж хоп. И исцелился. И се изликувал. И стал Бога благодарить и говорит, почему так долго я болел? Почему вся церковь молилась? Все на ушах стояли. Да, и почнал да пита Господа, защо всички тебяка на колене в церковь, а толкова дълго болидувах. И Бог ответил, но я отправил тебя, мне нужно было спасти одного человека. Да, и Бог му отговорил, че аз го направих това, трябваше им един човек. Я ждал, когда он заболеет, ляжет и ты ему расскажешь. Да, и я си използвах твойта болезнь, ти да му расскажеш. Все заботы возложить на Бога. Всички ти си грижи возложите на Бога. Това е неговато задача. Мы должны научиться этому. Но трябва да се научим на това. Тогда мы будем счастливыми людьми. Тогава ще будем счастливи хора. Я долгое время не мог понять. Много дълго не мога да разбера. Когда читал. Когато читах. За все благодарите. За всичко благодарите. Радуйте се. Радуйте се. Всегда радуйте се. Винаги се радуйте. За все благодарите. За всичко благодарите. Да он меня только что подрезал. Ами той только что му отряза. Этот козел зацепил мне правый борт и посмотри, что с моей новой машиной, которая в кредите. Да, только что този козел, така да се каже, отряза моята кола. А изнутри всплывают слова. Радуйся. А отвътре, отвътре излизат тези слова. Как можно радоваться? Как да се радвам? Все содействует ко благо. Всичко содействва за добро. Вера всегда выгодна. Вярата е винаги изгодна. Для этого надо знать, что написано в Библии. За това е нужно да се знае, какво е написано в Библията. А там написано. А там е написано. Что если устами твоими исповедуешь Иисуса Господа. Ако с устата си не исповядваш, че Иисус Христос е Господ. А сердцем веруешь, че Бог воскресил его из мертвых. А че, извините. А сердцем веруешь. А ако исповядваш с устата си, че Иисус Христос е Господ, че воскреснал от мертвите. То спасешся. То ще се спасиш. Главната цель, крайната цель е спасение. Главное, основное, что написано в Библии, это то, что мы живем вечно. Главното, което е написано, основното, което е в Библията, че ни ще живеем вечно. Человек существо вечное. Человек съществува вечно. Человек это дух. Человека е дух. У него е душа. То има душа. Душа – это память, разум, чувство, воля. И человек живет внутри тела. Жизнь, тело – 70, 80, 90 лет. А то и раньше. А может и раньше, и по-рано. А потом в крематорий. А после в крематорий. Или в земля. Но человек живет всегда. И когда ваш дух, вы или я, любой из нас, с душой, с памятью, с чувством, в полном сознании появляется перед Богом там, там суд. Обязательно суд. Обязательно има суд. И там будут искать твое имя в книги жизни. И тогава ще търсят твоето имя в книгата на живота. Иисус скажет, его имя в книги жизни есть? И ако Иисус каза, че неговото имя го има в книгата. Има. 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 И строительными материалами для него были спасенные тобой души. Один человек кирпич. Один человек кирпич. Тухла. Да. Хорошее, доброе дело. Раствор. И там има тухла с раствор. И вы придете и увидите дом. Красивый. С газонами. Да. Блога. Жилището красиво. Внутри будет техника. Вътрештима техника. Вам мама позвонит, которая там уже давно. И скажет, когда мы встретимся. И начнется жизнь. И тогава ще се срещнем из ближайший смысл. Счастье в мире. В покое с Богом. Счастье, мир и спокойствие с Богом. И будет длиться это в отличие от обычной жизни. Если такая жизнь вот. И това ще продолжава не като наше животе и толкова. То вот та жизнь. Ами много. Я вот на пляже здесь бываю. И вот недавно песок так брал. Знаменитый песок. Взял таков один песок. Кранево. Знаете кранево? Кранево, да. На пляже. Песок. И думай вот так вот. Песок сыплется. Я думаю. Одна песчинка это сто лет. Чи една такава малка частица от този песок. Налево пляж. И направо пляж. Думай. Сколько же там песчинок. И на лево. И на дясно песчинок. И вот те же песчинки. Каждое сто лет. Все эти песчинки са по сто години. Это будет начало вечности. И вот так мы будем жить. 70 или 80 лет на земле. А потом с Богом. 80 години тука на земята. А после с Бога. Полноценная жизнь. Мы будем всех помнить. Мы те же самые. В другом теле. Всичко ще се вспомняме в това тяло. Но если имени нет в книги жизни. Но ако няма името ти в книгата на живота. Тогда Бог не сможет. Тогава Бог. Впустить к себе. Это невозможно. Потому что если имени нет в книги жизни. Ако го няма името ти в книгата на живота. То человек заражен грехом. То човек. Такъв човек е заразен с грях. В рай. В рай. Заразных не пустят. А в рай грешни, заразени хора. Нечисти хора няма да пуснат. И тогда человека отправят в ад. И тогда отправят человека в ад. Навечно. Навечно. Навсегда. Но завинаги. Без надежды. Без надежно. Как песчинка. Като песчинка. Одна штучка сто лет. Една песчинка малка и една частица сто години. У меня есть сауна дома. Аз имам сауна в къщи. И я и дрова мя натопятся. И я отоплявам. Загрявам я с дрова. Девяносто градуса с копейками. Я делаю. Девдесет градуса я правя. В Севастопол. И сижу десять минут, пятнадцать минут. И стоят десять, пятнадцать минути. Пять-шесть заходов. Но первый заход такой прогреться подольше. Да. Първи е да се сгрея така по-дълго. Пятнадцать минут. Все тече. Тече по мене всичко. Жарко. Жарко. Горещо. Кто не понимает как в сауне жарко? Ох. Разбирате ли за какво? У меня стеклянная дверь и там пред банник. Имам стъкли на врата пред банника. Представляю как там сейчас хорошо, какой свежий воздух. О, знам. И как я сейчас еще потерплю, а потом выскочу и в басейн как прыгну. О, я си казвам сега като излеза там е чистия въздух, че като се хвърля в басейна. И иногда я сижу и представляю, а если я в ад попаду, не дай Бог, то эта дверь будет закрыта навсегда. Да, тази врата ще бъде закрита, заключена. А тепло в сауне будет в 20 раз больше. А в сауната температурата ще бъде 20 пъти повече. И ни через полчаса меня не выпустите. И няма да сменим това всичкото след. И через час не выпустите. През половин час и даже и час. Уже невозможно терпеть. Не е възможно да се терпи. А впереди вечность. А пред тебе е вечността. А еще там вонь страшна. А още там има и воня. А еще там всякие злые сили. Это ужасно. Иисус знает, Он был там. Он так не хочет, чтобы кто-нибудь туда попал. Бог хочет, чтобы все спаслись. И у Него есть люди, на которых Он полагается. Это мы. Мы можем привести других людей своим примером. Мы должны быть счастливыми. Радостными. Даже если мы не богачи. Даже если у нас и проблемы есть. Даже и проблемы да имаме. Но мы эти проблемы научились возлагать на Бога. Но не се научихме вече да даваме проблемите си на Бога. Потому что мы верим Ему. Защото вярваме в Него. Потому что так написано. Потому что Он просит это делать. Защото Той не моли за това. Чтобы мы могли быть свободными и посвистывать, когда у нас проблемы. Защото да бъдем свободны, когда имаме проблемы и да се подсвиркваме. И когда Он видит, что я угрыжу ногти, я не теряю рассудок от того, что у меня есть сомнения, страхи и тревоги. Он знает, что у меня внутри, что я думаю. И когда Он видит, о, вот этот парень научился все заботы возлагать на меня. Он не психует, не нервничает. Он реально сваливает себя на меня. У него сильная вера. Да поверь и будет Ему. Ему нужен бизнес. Да, на Него ему треба бизнес. На! Потому что у него сильная вера. У него проблемы со здоровьем в семье. Но он не доверяет. Но он не доверяет. На! Исцеление! Что делают обычные люди, верующие? Какво правят обикновенно хората, които верят? Приходят проблемы. Да, водят проблемите. И человек начинает молиться. И человек започва да се молиться. Вопить. Вопить. Кричать. Да, да, кричать. Така с писать. Мне плохо помоги! Да, помогни Господи! Я хочу, чтобы вот это вот, 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 вот так вот произошло. Аз искам това, това така да стане. А если завтра спросите его? Ты вчера молился? Ако простичко го попиташ, ти вчера молили се? Помнишь о чем? Помнишь ли за какво? О, я так много молюсь. О, сейчас много се боля. Да че толку? Какъв прогрес от това? Все заботы, возлагаем на Бога. Всичките се грижи, возлагаме на Бога. И ходим. И ходим. И се свиркаме. Посвиствая. Посвиствая. То есть доверяя Богу, что Он решит эту проблему. Просто ждем. Не, интересно, когда Он сделает? На этой неделе или на следующей? Да. Чтобы это произошло, нужно записать. Да. Нужно не выпускать это из поля зрения. Хениф Хегин три года концентрировался на том, чтобы научиться не волноваться. За да се научите да не се волнувате. Когда заботы переложил. Когато прихвърлите. То есть поверил. Грижите на Него. Я рекомендую вам всем. На всичките ви припорачвам. Верить в Бог. Да вярваш в Бога. В тетрадку, в заметки, где угодно, на листочки. Тетрадка, в галешки. Моли се. Записываем. Записваме. Какая проблема? Какъв е проблема? Когда помолился? Кога се помолих? Кога дадах този проблем на Бога? И чакаме. И чакаме. И чакаме. Браво. День. Два. Пять. Пять. Не важно. Не важно. Чакаме. Чакаме. Ждем. Чакаме. Бог. Бог. Ты же сказал. Ти сказал. Я поверил. Я помолил се. Аз се помолих. Я поверил, что эта забота с меня снялась и ушла на тебя. Аз повервах, че това го снех от меня и го давах на тебе. Ты же говориш, что печеш се обо мне. А ти казваш, че се грижиш за мене и гориш за мене. Делай. Направи го. Направи го. Направи го. Направи го. Делай. Да. Направи го. По-простому. 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 Он отец. Он родственник. Бог. Родственник. Близкий. Так или нет? Он хочет нас. Хочет нас поднять. Это мы упираемся. Ни сме тези, кои се сопротивляваме. Рогами и копытами. С рога и копита. Я не могу не беспокоиться. Аз не мога да не се беспокоя. Вы бессердечный человек, коллеги Гори. Ви исти бессердечен човек мох. Если б вы знали о чем не беспокоясь. Ако знаехте как да не се беспокоя. Разбирате ли? Разбирате ли за какво говорю? А? Кто разбрах? Итак, подводим итог. Продолжавам и нататък. Бог нас любит. Бог не обича. Он дал нам обещания. Той не даде обещания. Они изложены в Библии. Их много. Там са много. Не надо разтекаться мысли под рево. Не трябва да се распростирам и така да се распростирам. Трябва концентрация. Взять и сконцентрироваться. Вземаме и се концентрираме. Фокусираме се. Одна, две, три проблеми. Едно, две, три проблеми. Практически подход. Практически подход. Прикладная вера. Такова привдигаща вера. С резултатами. С резултати. Молим се. Молим се. Възлагаем проблему на Бога. Възлагаме проблему на Господа. И чакаме. И чакаме. И чакаме. И благодарим. И благодарим. Верим. Вярваме. Как вярваме? Как вярваме? Как вярваме? Как вярваме? Благодарим. Като благодарим. За то. За това. Чего нет. Че го няма в смисъл проблема. Че ще не проявилось. Че още не се е проявил. Вера е осуществление ожидаемого. Да. Вярат е да се очаква неосъществимото. И уверенность в невидимом. И уверенность в това, което не се вижда. Аз правя това, което чакам. И верю в то, че нет. И вярвам в това, което го няма. Вот это вера. Ето това е вяра. Над этим надо работать. Над това трябва да се работи. Практически. Практически. Чтоб вы стали богатыми. За да станете богати. Успешни. Успешни. Здоровыми. Свободними. Свободними. Чтоб вам завидовали. Да. За да ви завиждат. По-хорошему. И говорили, странный человек. Да. Добра. Добра. Вчера был весь в дерьме, сегодня богатый. Вчера беше бигняк, несколько богат. Ходит. Посвистывает всегда у него мир на лице. Да. Ходи и си подсвиртва с устата и лицето му грее. Они не знают, что мы просто верим. Те не знают, что мы верим. В то, что написано в Библии. В то, что написано в Библии. Радуйся. Радуйся. Всегда. Винаги. Благодари. Винаги благодари. Непрестанно молись. Непрестанно се молейте. Потому что все, что с тобой происходит. Защото всичко, каквото с тебе се случва. И если ты призван Богом. И если ты Его любишь. И ты, ако Его обичаш. Тебе все во благо. На тебе всичко ти е за добро. На полза. На полза, за полза. Это необыкновенная фантастика. Това е необыкновенная фантастика. Разбирайте. Когда она из теории книжной превращается в реальную практическую жизнь. Това е, когато е на книжка нещо да се превърни в реалност. Задумались ли вы. Започвате ли да се замислите. Сейчас. Сега. Сега. Что ваша вера не была практической всегда. Да. Замислите ли си ваша вера, че е била винаги непрактична. Что прямо сегодня. Че направо от меса. 11 августа. 11 августа. 2019 года. 2019 година. В 15.30. В 15.30 минути. Можно взять. Можете да вземете. И начать. И да почните. Новую християнскую жизнь. Нов християнски живот. В вере. В вярах. В делах. В действия. Чтобы стать счастливыми. За да станем счастливыми. И показать другим примерами. И да покажем на останалите примеры. Господь, спасибо Тебе, что Ты дал нам Слово, в которое мы можем научиться верить. Мы будем учиться возлагать на Тебя все свои заботы. Потому что мы будем верить, что Ты о нас заботишься с любовью всегда. Да. Да. И вярваме, че Ты винаги си грижишь за нас с любовь. Всегда. Винаги. 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 Всегда. Вы согласны? Согласны ли си? Громко крикните. Да. Не, не, не. Громко крикнем. Раз. Два. Три. Да. Слава Иисусу Христа. Слава. Я тоже сказала.